посмотрите какой лук у женщины красивый так посмотрим какие новости сегодня добрый день девчонки вот я капуша капуша только что вышло это какие-то травки наверно да так и бомбе контаджи больше 10 тысяч венето умерли бум заражений бум заражений венето в общем никогда это не закончится так и будет волнами я сегодня посмотрела новости 24 часа новости сказали что до пасхи до пасха будет закрыто все до пасхи будет закрыто все так что здесь столько мотоциклов проезжают они такие шумные какие еще новости видите вот про про вчерашний вот случай что произошло да вот некоторые начали писать и дураку понятно что это которые начали писать странные эти что это с ее стороны или как всегда как раньше я писала это они сами под чужими фамилиями именами все время заглядывает ко мне в гости и пишут то что им выгодно под моими видео потому что если человек даже вспомнил женщина вспомнила что якобы мы брали я брала карточки от государства на супермаркет и при первом карантине прошлой весною это значит неспроста же человек следит за за такими видео за такими фактами я не поверю что это просто какой-то подписчик или зритель обыватель интересуется такими фактами из нашей жизни в италии а на самом деле это была помощь правительства всем кто работает на стипендию на стипендии это зарплата 1000 1200 евро мой сын например работает 1000 1200 евро в месяц зарплата и он имел право так как они все были уволены не то что уволены как это называется остановились не работали больше из-за карантина все сидели по домам это была мизерная помощь государства правительства всем тем которые просто работают от зарплаты к зарплате 3 семерки на удачу поэтому так как мой сын прописан его девушка и наша милиска сладкая риска все мы прописаны в одном месте приходил человек из коммуны и оставил собственноручно эти бонусы не знаю не помню как они называются бонус или что я просто хотела тогда еще не было пандемии в наших странах было только у нас в италии до началась китая и у нас я так чуть-чуть образованный человек в медицине я понимала что скоро с помощью всех туристов которые кружились здесь в италии в то время приехали на карнавал на неделю моды на новый год на рождество со всего бывшего снг со всех бывших советских республик они стопроцентно привезут потом и в нашей страны эту пандемию я просто предупреждала о надвигающимся коронавирусе о пандемии что это не избежать никому на планете потому что я прекрасно понимаю что такое вирусы когда-то училась в молодости медицинском училище и это был пример того я хотела просто показать нашим странам что когда люди не работают можно даже вот таким вот каким-то мизерным я карточки карточки на супермаркет назывались падова профиктура падова выделила по моему сколько-то миллионов этих этих карточек всем которые работали на зарплату жили от зарплаты к зарплате и в тот момент никто не работал зарплаты даже не было так что это было на одного человека 100 евро карточки по 20 евро 5 карточек это не так уж и много было тем более что я что мой сын что моя невестка все мы платили налоги и они еще платят потому что они работают но на тот момент невестка моя сидела с ребенком ребенку было всего сколько месяцев мало месяцев было 6 наверное ли 7 до поэтому девчонки все все умники рассуждать как будто мы ограбили государство нас на 4 миллиона евро по карточкам супермаркет 400 евро карточки это не так уж много но в то же время это очень хорошая помощь как бы справедливая помощь простым людям которые живут в италии их очень много и 60 миллионов 50 миллионов это простые люди которые живут от зарплаты к зарплате от пенсии к пенсии боже мой это же невозможно говорить без конца эти моторины так вот что я еще хотела сказать насчет насчет амбуланса который я должна была оплатить скорая помощь за двадцать лет что я живу в италии мне надо было сесть куда-нибудь тихую на тихую скамейку как всегда эту тему очень серьезную не надо было мне с моторинами рассказывать но я как всегда когда иду тоже рассказываю вчера просто в не было даже настроение у меня опять началась грустинка вчера сегодня намного лучше себя чувствую тем более посмотрев этот фильм английская австралийский фолин колин форт да такой классный актер английский играет он короче сыграл в этом фильме бывшего пленника японцев молодого инженера молодого офицера и он был совсем своим отрядом этих пленных а они пытками их мучили пытками японцы пытали в общем этот фильм надо посмотреть очень философский фильм очень философский и позже мой очень философский и можно призадуматься называется возмездие по-русски называется возмездие я смотрю вот так вот вбиваю смотреть бесплатно онлайн возмездие и она выходит и бесплатно смотришь фильм через интернет и он который всю жизнь вот с этой то что вот эта вот пытка японская пытка японских воинов они были пленниками осталось у него подсознание и у него были кошмары всю жизнь 40 лет после войны кстати это реальная история он прожил до 96 лет что ли там еще николь кидман играет его жену так базар сегодня есть я смотрю и и в конце концов он хочет он приезжает находит этого японца переводчика который пытками занимался пыдками занимался его жестокие пытки японцев во время войны строительство этой железной дороги адский труд рабов пленных около бирмании там около до после сингапура в общем наводит на мысль что в конце концов он даже он думает что он приедет и убьет его этого японца тем более он устроился там еще экскурсоводом в этом музее пыток сам же был одним из тех которые пытали но потом он прикинулся что он просто был переводчиком все равно этот герой эрик британский инженер в конце концов прощает этого японского переводчика потому что он говорит в конце что он устал жить в ненависти это ненависть душила его всю жизнь и кошмары снились он был неспокоен поэтому девчонки не живите в ненависти отпустите все я не живу в ненависти я все отпускаю насчет рыб и грибов вот как раз я прохожу рядом с лавкой где продают настоящие в свежие рыбы киоджо ты из киоджа они каждое утро проезжает и до часу дня он ведь теперь скорее я дам от его вот здесь вот продаются самые настоящие рыбы вот такие вот рыбы свежие продаются когда я хочу рыбу я беру эти рыбы много не забор не заморачиваюсь сразу же готовлю 20 минут 20-25 минут в духовке ничего не добавляю абсолютно вот так вот прямо кладу в этом как называется ну такая керамическая посуда 20-25 минут любую рыбу и им просто вот без всяких ореганов без всяких там соли без всяких там помидорчиков картошек тушеных потух как называется в духовке вместе ничего не добавляю просто рыбу а то что продают в гастрономии тем более в таких лавках черт его знает сколько дней они лежат там в этих готовые вот эти все салаты инсталата руссы это наши оливье но ужасно готовят ой даже здесь матурина на на пьяцца поэтому девчонки я не доверяю гастрономии я всегда думаю сколько дней пролежали эти готовые блюда может три дня может два дня может час а может и все пять дней никогда ничего в гастрономии не покупая не в супермаркете не на базаре предпочитаю есть консервы закрытые уж точно они не пропали и нету никакого там внутри сальмонолеза тем более когда-то давным-давно лет двадцать назад заразилась была в инфекционной больнице в алмате никому не пожелаю это нечто чуть не умерла блин от токсинов поэтому я всегда стараюсь есть только то что только то что или свежие или приготовленные типа прожаренная термическая обработка да называется так чему я еще вела вначале до этого перешла опять на другую тему и забыла ладно сейчас куда-нибудь на солнышко присяду и вспомню девчонки пока пока всем